Тумсо, зачем тебе эти проблемы нужны были? Жил бы себе и не трогал бы их. Таким темпом ты себе смертный приговор написал. Как они сами говорят, незаконно рожденными. Лучше бы они реально были бы незаконно рожденными, но при этом были бы достойными, не были бы предателями. Кадыров два дня назад Путин удолжил все результаты выборов подделанных. Я видел этот ролик. Тумсо, что можете сказать насчет талибов в Афганистане? Смогут ли они создать чисто шариатское государство или же там будут бандитское государство? Там будет бандитское государство. Я не умею заглядывать в будущее, предсказывать тоже не умею. Предугадывать тоже я не силен в этой теме, поэтому не знаю. Давайте будем надеяться, что они получатся создать нормальное, развитое правовое государство. Это самое важное. Надеюсь, наконец, за эти последние лет 50 уже, по-моему, они воюют. Для афганского народа наступит некий мир и процветание. Очень на это надеюсь. Тумсо, зачем тебе эти проблемы нужны были? Жил бы себе и не трогал бы их. Таким темпом ты себе смертный приговор написал. Бат Металл. Ты, видимо, не знаешь начала моей истории. Дело в том, что я так и жил. Никого не трогал. Спокойно себе воспитывал свою семью. Работал. Платил налоги, квартплату. Это у нас просто важный момент. И почему я постоянно обращаю внимание на эту квартплату. Очень важный момент. Ее обычно вопрос этой квартплаты ставят наравне с терроризмом. Они... Я помню ни одно выступление различных кадыровских чиновников, которые говорили, вот они не платят квартплату и уезжают в Сирию воевать. И ставили это на один уровень. Поэтому я платил квартплату изрядно. Никакой задолженности не было. Да, иногда там с ними, правда, спорил, отопление и так далее. Были какие-то спорные вопросы, но в итоге все равно приходилось им платить, потому что добиться справедливости в республике невозможно. В общем, был таким обычным парнем. И вот в один день до меня докопался кадыровский чиновник и его родственник по совместительству. На тот момент он был, можно сказать, третьим, наверное, человеком в республике. Ислам Кадыр. Он до меня докопался, прицепился к моей бороде, начал обвинять меня в том, что я ваххабит, что я какой-то переворот готовлю, что я там какую-то партию политическую создал. Что я недоволен ими и так далее. В общем, я был похищен. И с этого началась моя история. Если бы не этот момент, я бы и дальше так жил. Никого бы не трогал. Да, конечно, было нелегко. Я внешностью своей показывал, что я не на их волне. Да, я, наверное, осознанно пошел на этот шаг. Я не стал как-то шифроваться. Да, было сложно. Нужно было скрываться спокойно, ходить по центру Грозного, гулять. Я не мог. Были такие моменты. Но, тем не менее, я бы готов был вот так жить. Никого бы не трогал. Ни о чем бы не говорил. Спокойно бы жил в сердце. Это все бы порицал. Я бы их ненавидел. Да, но я бы не переходил им как-то дорогу, то есть какими-то своими действиями. Они перешли эту дорогу мне. Ну, когда у меня появилась возможность хотя бы словом противостоять им, я стал делать это словом. Будет возможность противостоять им своими действиями. Буду противостоять действиями. Мне не нужно говорить о их матерях. Мне достаточно их предательства. Я буду говорить о их предательстве. Нет чего хуже предательства. Лучше бы они были бы детьми гулящих женщин, как они сами говорят, незаконно рожденными. Лучше бы они реально были бы незаконно рожденными, но при этом были бы достойными. Не были бы предателями. У плохих родителей могут родиться достойные дети. У гулящей женщины тоже может родиться достойный сын. Он может быть праведным человеком. Поэтому лучше бы они были такими. И они были бы нашими братьями. Мы бы не посмотрели на их матерей. Но когда у тебя хорошая мать, хороший отец, но ты при этом сам предатель, нет ничего более недостойного, чем предательство. Поэтому у меня нет нужды говорить о их матерях, о отцах. Я бы мог с легкостью переходить на эти вещи. Не было бы проблем, на самом деле. Вы думаете, что нечего там сказать про их родителей, что ли? Ну, конечно, есть. Зачем? Хуже, чем то, что они предатели. Хуже того, что они сделали. Ничего сказать невозможно. Они уже и не сделают, наверное, ничего хуже этого. Хотя, лучше не зарекаться. Они каждый раз нас удивляют чем-то новым. Но в любом случае, родители и косяки их родителей, это не хуже того, что сделали сами эти предатели. Тумсо, почему ты приводишь пример особенно в плохой? Постоянно говоришь татары, башкиры. Даже можно нарезку сделать, как ты это говоришь. Какая-то неприязнь к татарам? Меньше всего хотелось бы, чтобы вы так думали. Не знаю. Наверное, я в первую очередь называю эти народы, так как татары являются вторым этносом России по численности. Поэтому первыми в голову приходят они. Также башкиры являются большой частью этносов России. То есть, как бы по величине просто приходят в голову вот эти первые названия, поэтому я их называю. А так никакой неприязни, конечно же, нет на национальной почве. И татары, и башкиры, и любые народы, те из них, кто являются верующими и праведными людьми, это наши братья, которых мы любим ради Аллаха. Те же мерзавцы, которые есть и среди этих народов, и среди любого, в первую очередь, и чеченского, мы их ненавидим искренне и приближаемся к Аллаху, ненавистью к этим людям. Поэтому нет, друзья, не подозревайте меня в подобных вещах. У меня нет этих националистических предвзятостей. У нашего народа есть тейпы. Нынешняя молодежь говорит, что не нужно различать нас на тейпы. Мы мусульмане, мы братья, наши отцы тоже были муслимы, и для них тейп было важно. Что можете сказать насчет этого? Тейп это важно? Это, конечно, важно. Но давайте определимся с этими вещами. Важно в каком плане? Не в плане какого-то превознесения себя над кем бы то ни было. Если ты привязываешь себя к какому-то тейпу, к какому-то народу, отдельному роду и так далее, с целью превознестись, говоря, что я из такого-то рода, а этот род он круче, чем там, а все остальные, то нет, это нельзя, это плохо. Но если ты делаешь это для того, чтобы поддерживать родственные отношения, то это нормально, так и должно быть. Ведь сам Всевышний Аллах говорит нам пора, что он создал нас народами и племенами, чтобы мы узнавали друг друга. Поэтому это не противоречие Исламу. Противоречие Исламу говорит, что этого быть не должно. Вот это, наоборот, противоречие. Пророк, мир ему, в заседании Аллаха, не отменял племена арабские. Он не пришел и не сказал, что больше нет никаких урайшитов, нет племени Хазрач, Аус и так далее. Нет, он наоборот, даже когда переселился в Медину, там были два этих племени, которые враждовали. Он их примирил, но он не сделал из них одно племя. Он не отменил этот племенной строй. Поэтому Исламу это не противоречит. Наоборот, противоречит Исламу, когда люди пытаются это убрать, сказать, что этого нет. Это есть. Племена есть, народы есть. И это надо знать, родословную нужно вести, относить себя к тому или иному народу. Это нужно делать. В этом и есть как раз таки сунна Ислама. Просто нельзя перебарщивать с этими вещами. Нужно правильно это применять. Катырова два дня назад Путин удолжился результаты выборов подделанных. Я видел этот ролик. Причем он еще с такой улыбкой это говорит, как будто действительно он говорит про подделанный результат. У нас в Чечне говорит, как обычно, результаты проделанных. Думсо. Субтитры создавал DimaTorzok